Не следуйте за толпой, пусть толпа следует за вами. Нет, не то. Вы лидеры, и вы победите. Чем я занимаюсь? Настраиваю на победу участников конкурса «Студенческий лидер». Именно сегодня мы выявим того, кто лучше всех знает, как защитить права студентов и представить их интересы. 29 января на базе отдыха «Электроник Дубрава» прошел конкурс «Студенческий профсоюзный лидер ТГУ». Задача конкурса заключается в выявлении лучшего профсоюзного организатора университета. Правком у студентов и аспирантов ТГУ конкурс проводится уже пятый раз и третий раз в рамках школы профсоюзного актива. Приняли участие студлидеры семь конкурсантов, причем одна студентка участвовала дистанционно. «Студенческий лидер» — это проект, который, скорее всего, в большей степени готов принимать очных лидеров. Но, тем не менее, мне кажется, нам очень удалось провести именно дистанционный формат. И в качестве того, что получилось именно в таком месте, мы находимся в Ягодном, это немножко удаленно от города, нам удалось устоять с интернетом. Получается, что студенческий лидер, он может быть и онлайн выступает. Соответственно, самое главное, чтобы он привносил в команду и в развитие профсоюзных членов максимальное свое количество времени, сил и возможностей. Я считаю, что каждый из них должен посмотреть пример прошлого года и понять, что нужно сделать еще лучше, потому что с каждым годом конкурс растет и с каждым годом он становится лучше. Первым этапом конкурса стал автопортрет. Участники проявили максимальную творческую активность, сняли видеоролики о своей жизни, рассказали о себе с помощью презентаций, а один конкурсант даже выступил в стиле стендап. Следующим этапом стал БЛИЦ-опрос. Направлен он был на умение быстро ориентироваться в экстренной обстановке и применять на практике знания законодательства и нормативно-правых аспектов в сфере образования. На этапе представления проектов жюри выявило, насколько участники способны творчески подойти к решению текущих проблем в университете. К слову, все представленные проекты были, по мнению члену жюри, полезны и реализуемы. На самом деле в этом году, наверное, более подготовленные участники были, особенно в визитках, потому что были заготовленные видео, прям полноценные, мне кажется, которые можно уже вплоть до Ютуба, наверное, заливать, им будет абсолютно не стыдно. В правовом аспекте тоже ребята очень хорошо подготовились, на самом деле круто сдали что тест, что и БЛИЦ в целом тоже. Безумно рады за каждого участника, который принял участие, мы увидели каждого по-новому, по-своему и невероятно рады за победителя, потому что это очень здорово. По итогам конкурса студенческим лидером стала Наталья Елефанкина, второе место занял Александр Лукиных, третье место досталось Анне Кондрашиной. Все эти студенты учатся в гуманитарно-педагогическом институте ТГУ. Все участники конкурса были награждены почетными грамотами. На конкурсе я предложила электронное пособие для студентов-первокурсников, которое называется «Гайд первокурсника». В этом гайде будет собрана вся актуальная информация для первокурсника, чтобы он знал, как все устроено и так далее. Я бы хотела начать где-то весной реализовывать, чтобы, допустим, к осени уже к новым первокурсникам было это готово, и им мы предоставили этот проект впервые. Защита прав студентов и аспирантов университета – задача не из простых. В конкурсе студенческий лидер принимают участие самые отважные и решительные. Лидером 2022 года приготовятся. Студенческий лидер! Игорь Негода. Бэм. Продолжение следует...